Новости в эфире. В студии работают Гульнар Жандогулова и Виктория Антонишина. Здравствуйте. Касымжимар Тукаев выразил соболезнования Владимиру Путину и всему российскому народу в связи с жертвами в результате терактов в Дагестане. Президенты двух стран переговорили по телефону. Глава нашего государства подчеркнул, что Казахстан решительно осуждает любые проявления жестокости и насилия, направленные против благополучия мирных граждан, и рассматривает их как серьезную угрозу региональной и международной безопасности. Стороны отметили важность взаимодействия в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Президенты также обменялись мнениями о дальнейшем развитии казахско-российских отношений. Обсудили и повестку дня предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане. Маулен Ашимбаев принял главного комиссара Индзии по выборам Раджива Кумара. Председатель Сената поздравил гостя с прошедшими всеобщими выборами и подчеркнул, что Индзя – важный партнер нашей республики. Ашимбаев отметил, что Казахстан заинтересован в дальнейшем развитии двусторонних отношений. Раджив Кумар, в свою очередь, высоко оценил социально-экономические и политические преобразования в Казахстане, в частности, направленные на защиту прав и интересов граждан. Ранее переговоры с Радживом Кумаром провел председатель Центра избиркома Казахстана Нурлан Абдиров. Мы наблюдаем за деятельностью избирательной комиссии Индии, которая под вашим руководством активно работает в сфере выборов в рамках международных и региональных ассоциаций. Надеемся, что вы примете участие в наблюдении за избирательными кампаниями и референдумами в Казахстане в будущем. Мы высоко ценим сотрудничество между двумя странами, которое непрерывно развивается. Об этом свидетельствует участие Казахстана в качестве наблюдателя в парламентских выборах, прошедших в Индии. В предстоящих политических кампаниях мы продолжим практику взаимных деловых поездок и повышения квалификаций. Большая миллиарда тенге направит правительство на восстановление линий электропередачи в Кустанайской области после паводка ФЛЭП проведут в городе Аркалыке, Амангельдинском и Джангельдинском районах, сообщил глава Кабмена Ужас Бектенов. В этих регионах электроснабжение пострадало сразу в 37 населенных пунктах. Там подают электричество пока по временной схеме. Такая же картина и в других регионах страны. В общем, паводки разрушили больше 2000 опор электроснабжения. 54 километра линии оказались оборваны. Свыше 40% уже восстановлено, подчеркнули в правительстве. Казахстан впервые примет престижную международную олимпиаду по биологии IBO. Она входит в топ-7 предметных состязаний в мире. Состоится интеллектуальный конкурс в Истане. Организационные вопросы сегодня обсудили в правительстве. Ожидается, что участие примут больше 500 учеников и учителей из 81 страны. За счет спонсоров столицы уже приобрели оборудование и приборы для теоретических и практических туров. А еще во время олимпиады помощь будут оказывать 80 волонтеров. Помимо этого, сам участникам планируется показать достопримечательности столицы в Акмолинской области. В IBO казахстанцы участвуют 28 лет подряд. За это время наши соотечественники завоевали более 70 наград. Рост объема импортной продукции, приписки и низкая доля переработки отечественного сырья. Проблемы, сдерживающие развитие сельхозотрасли, обсудили на правительственном часе в Можилисе. Почему же Казахстан все еще экспортирует сырье, а готовые товары получаются из-за рубежа, выясняла Бульнара Ерманова. Только за год доля импортной молочки на прилавках Казахстана выросла почти в полтора раза. Казахстанцы покупают зарубежные сливки, сыры и сливочное масло. Отечественная же продукция не выдерживает конкуренции из-за высокой себестоимости. Как результат, фермеры не могут сбыть свой товар. С такой проблемой, к примеру, столкнулся построенный в Павлодарской области молочный комплекс за 8 миллиардов тенге. Проект просто оказался невостребованным, рассказал на правчасти депутат Нуржан Ашимбетов. Для конкуренции с импортной продукцией нужно иметь более дешевое сырье. Сейчас фермеры в Казахстане предлагают сырье в среднем цене 200 тенге за литр, а в Российской Федерации оно составляет 160 тенге за литр, ниже на 20%. Какая средняя себестоимость произведенного сырого молока у нас в стране и в Павлодарском регионе? Можно ли ожидать снижения цены для переработчиков? Со стороны Восточно-Казахстанской области семьи заходит российское молоко сырое. Как вы знаете, они сегодня субсидируют 100% и логистику, поэтому нашим очень сложно конкурировать. 580 миллиардов пойдут на семена качественные, на минеральные удобрения, на гербицидные подходы мы полностью поменяем. И я думаю, если когда будем получать урожай по кормовым и по зерновым целым, тогда и себестоимость молока снижится. Потому что сегодня корма дорогие. 70% от всего это занимает корма. Между тем, проблема не только в конкуренции. Глава профильного ведомства Айдарбек Сапаров рассказал о парадоксе, когда по официальным данным в стране производится порядка 6,5 миллиона тонн молока, но перерабатывается лишь треть. При этом его не хватает. Как выяснила спецкомиссия, все дело в многолетней практике искажения данных. Теперь из статистических отчетов вычеркнут 2 миллиона приписанных чиновниками голов скота и 3 миллиона тонн молока. Впрочем, есть сложности не только с переработкой полученных надоев, но и шкур. Из 3,5 миллиона штук шкур КРС только 208 тысяч штук или 6% были переработаны, а все остальное также практически было отправлено на свалку. По словам депутатов, такая ситуация возникла из-за непродуманных решений госорганов. В стране сначала ввели пошлину на экспорт шкур, потом, хоть и снизили вдвое, но такой подход, как отмечают сами ферберы, просто убил этот бизнес. Что мы добились? То есть в результате того, что мы ввели, снижали, ну вы же вспомните, уже до президента дошло, когда он говорит, вы что сделали? Вы запретили вывоз, в результате пусть там может быть полосы, ну помните же, едешь и там приму шкуру, приму шкуру, потом раз это куда-то все делось, потом мы этот вывоз как бы разрешили, но пошлину оставили, и эти же системы же, которую мы, извините за выражение, грохнули, она же не восстановилась, и нам люди конкретно предъявляют, то есть они говорят, у нас затраты на соль там и на все превышают ту цену, которую сегодня есть на рынке. Есть ли у вас анализ как у органа, отвечающий за все вот эти вопросы, в том числе и внешнюю торговлю? У нас из 3,5-600 тысяч где-то шкур либо экспортируются, либо перерабатываются, то есть это одно и то же количество, которое может либо быть переработано, либо экспортировано, потому что остальные, к сожалению, они либо снимаются не промышленным способом, либо по ветеринарным требованиям не соответствуют для того, чтобы их можно было экспортировать, либо перерабатывать. Мы проводили широкое обсуждение этого вопроса и сохранили пока действующий пониженный уровень ставок экспортных таможенных пошлин. В свою очередь министр пообещал вынести этот вопрос на рассмотрение межведомственной комиссии. В правительстве обсудят и комплексный план по развитию переработки сельхозпродукции. В нем прописаны новые меры по поддержке перерабатывающей отрасли. Фермерам обещают открыть новые рынки сбыта и защитить от недобросовестной конкуренции. Гульнара Ербанова, Руслан Алиев, 24КИЗ. 75 кооперативов создали по программе «Аула Маната» в Туркестанской области с начала ее реализации. Это позволило открыть 3000 рабочих мест. Предприятия уже выпустили продукцию на 30 миллиардов тенге. Результаты проекта обсуждали сегодня в Туркестане. Советник премьер-министра Яролы Тукжанов отметил важность «Аула Маната» для региона. Сельским хозяйством в Туркестанской области занимается более 1 миллиона человек. Он поручил местным властям содействовать развитию бизнеса на селе. Напомню, инициатором создания программы выступил глава государства. Она реализуется с прошлого года и предполагает льготное кредитование на развитие предпринимательства на селе. «Аула Маната» направлена на снижение миграции сельского населения в город. Только из Актюбинской области за последние три года переехали 17 тысяч жителей. Если мы хотим сохранить село, надо создавать условия для людей, чтобы были рабочие места – источник дохода. Поэтому реализация этой программы крайне важна для нашей страны. В Костанайской области защищают посевные земли от итальянского прусса. Речь идет о 770 тысячах гектаров. Больше всего саранчо угрожает южной части региона, куда входят Амангельдинский, Джангельдинский, Камастинский и Наурузумский районы, а также город Аркалык. На всех участках, где обнаружен прожорливый вредитель, распыляют пестициды. Помогают ли эти меры, узнавала Наталья Строкова. Это пастбищное поле. Сейчас здесь идет контрольная проверка после химической обработки. Еще вчера на одном квадратном метре специалисты фиксировали до 300 личинок. Химобработка дала результаты. Итальянский прусс обезврежен. На других участках борьба продолжается. В Наурзумском районе пока обработали только третью часть от запланированной площади – 60 тысяч гектаров. По заселенности кубышками мы прогнозировали объем обработок на 180 тысяч гектаров. Заселение выше экономического порога вредоносности 55 тысяч гектаров. На Саранча в основном находится вторая и третья стадия. Но имеется и до сих пор отрождение. По мере просыхания оврагов в более южных сторонах, где песчаные почвы, уже и постарше. Проблемные участки определяют группы обследователей. В день они проходят пешком от 5 до 10 километров. Самые многочисленные стаи саранчи обнаружили в поселках Авангард и Буревестник и на приграничной территории с Тургаем и Амангельдинским районам. Там мы сосредоточили основные силы по химобработке. Ее нужно завершить в ближайшие две недели, пока вредитель не стал на крыло. На сегодня посевы не тронуты. Ситуация под контролем. Координаты участков заселенных саранчой фиксируют с помощью GPS-трекера. В режиме онлайн их передают операторам техники, которые проводят химическую обработку. Это помогает эффективнее уничтожать вредителей. На траве сидит и пятна черные. На эти пятна черные заехал, расстояние подрочитал между проходами. И все. Через время туда едешь, она вся лежит, вся мертвая. Техники у нас достаточно. С ядом тоже проблем нет. В регионе от итальянского пруса обработают больше 700 тысяч гектаров. В их числе пастбищные угодья и зерновые посевы. На помощь пришла техника из соседних районов и областей. Всего же задействовали больше 70 спецмашин. В том числе малую авиацию и даже дельтапланы. Наталья Строкова, Сергей Трахтемберг, Кустанайская область, 24КЗ. В Шимкенте наблюдается настоящее нашествие змей. Присмыкающиеся заползают во дворы, подвалы и подсобные помещения, пугая горожан. По данным оперативно-спасательного отряда департамента ЧС, с начала года уже было 120 выездов из-за рептилий. Среди выловленных экземпляров встречаются и ядовитые. Специалисты связывают повышенную активность змей с аномальной жарой, которая установилась в регионе. В поисках прохладных и влажных мест присмыкающиеся пробираются к людским жилищам. Но, как правило, они не агрессивны. Права восьми инвесторов защитили прокуроры области ЖТСУ. Общая сумма проектов превышает полтора триллиона тенге. Они реализуются в сфере переработки продукции, сельского хозяйства и горнодобывающей отрасли. Надзорный орган выявил факты нарушения законности в отношении предпринимателей. В Херблазском районе по строительству горно-металлургического завода Балхашалаковской инспекции было необоснованно отказано согласование проекта. По результатам рассмотрения актов надзора права всех инвесторов защищены. Виновные лица включены к дисциплинарной ответственности. Больше двух миллиардов тенге перечислили жителям Кульсаре благотворительный фонд САБИ. Помощь таким образом получили около тысячи местных жителей. Финансы потратят на ремонт жилья, покупку мебели и бытовой техники. Помимо этого, для пострадавших от паводков в городе строят новый микрорайон. Разместят там примерно 100 семей. К работам привлекли сразу несколько подрядных компаний. Рауль Габитов продолжит. В Кульсаре сейчас кипит строительство. Оно и понятно. Большая вода повредила больше двух с половиной тысяч домов. И восстановить их нужно до первых морозов. Часть жителей получили компенсацию и приступили к строительству самостоятельно. 5 апреля наш дом подтопило. Вода здесь стояла 10 дней. У нас шестеро детей. Мы практически остались на улице. Теперь вот выделили деньги. В ремонте помогают родственники, друзья. Думаю, за пару месяцев справимся. А вот некоторые пожелали заселиться в уже готовые жилища. В основном это люди из социально уязвимой группы. Для них как раз и создают новый микрорайон с типовыми строениями. Я инвалид первой группы по зрению. Нас здесь разместили в общежитии два месяца назад. Обещали построить дом. Надеемся, сдадут в срок до наступления холодов. Чтобы избежать подтопления, в будущем место под новый микрорайон выбрали на возвышенности. К нему подвели все инженерные коммуникации. Площадь трехкомнатных типовых квартир в среднем составляет 100 квадратных метров. Основной источник финансирования фонд «Казахстан-Халкна». 20 домов построим за счет местного бюджета. На данный момент завершили заливку фундамента 20 домов. В 11 домах ведется каменная кладка стен. Сдача объектов запланирована на сентябрь этого года. С заявлением о возмещении ущерба обратились почти 2600 жителей Кульцара. Большинство из них выплаты уже получили. Продолжает работу и региональная комиссия по выплате компенсаций бизнесменам. 69 предпринимателей уже получили около 500 миллионов тенге. Рауль Габитов, Арстанбек, Кенжи, 24КЗ. Почти 9 миллиардов тенге компенсации выплатили в Актюбинской области пострадавшим от паводков. Деньги предназначены на ремонт жилья, закуп мебели и бытовой техники, взамен перешедшей в негодность из-за стихии. В региональную комиссию по оценке ущерба поступило 4800 заявлений. 2900 семей уже получили компенсации. Остальные обращения рассматриваются. Эти средства в основном выделены из областного и городского бюджетов. Работа по оценке ущерба продолжается. Мы рассмотрим все заявления и по мере поступления денег перечислим их пострадавшим от паводков. Около 2000 человек приняли участие в экологической акции «Таза Казахстан» в области Улы-Тау. От мусора очистили улицы, дворы, арыки и крупные водоемы. Благоустраивали регион госслужащие, работники бюджетных организаций, студенты и отряд «Жасл-Ель». Экологическая акция «Таза Казахстан» в области Улы-Тау, как и во всем Казахстане, продлится до конца года. Для этого составили график. Генеральную уборку намерены проводить каждый четверг и субботу. Участвовать будут поочередно коллективы различных предприятий. Сегодня свой вклад в чистоту внесли госслужащие и работники бюджетных организаций. Данная акция полезна тем, что дисциплинирует людей к чистоте, к самодисциплине. И мы, как государственные служащие, в свою очередь хотим показать пример того, что необходимо поддерживать наш город в чистоте. Акцию одновременно провели во всех городах и районах области. К благому делу присоединились студенческая молодежь и трудовой отряд «Жасл-Ель». Активисты очистили от бытового мусора прибрежные территории озер, рек и родников. А в областном центре горожане приняли участие в благоустройстве центральных улиц. Приводим в порядок улицу Алашахана. Уже собрали определенный объем мусора. Продолжаем дальше. Нужно содержать все общественные места в чистоте и принимать всем активное участие в уборке. В акции задействованы около 40 государственных организаций. Работают 10 ини с техники, вывезли 10 тонн мусора. Примерно 600 человек чистят улицы, выкашивают сорняки и собирают мусор. Устраивать дни чистоты и дружно выходить на уборку стало традицией. К примеру, жители совместно с КСК убирают дворы. Также в регионе усилили контроль над бизнес-объектами, которые нарушают санитарные нормы при благоустройстве. В экологической акции, организованной в первый рабочий день недели, приняли участие порядка 2000 человек из 165 коллективов. Вывезли больше 70 тонн мусора. Анастасия Сулейманова, Нурдаулет, Аман Кешев, область Улытау, 24КЗ. Анастасия Сулейманова, Нурдаулет, Аман Кешев, область Улытау. На ярмарку недвижимости жители и гости Актау пришли, чтобы выбрать подходящие для себя условия от Отбас и банка. Масштабное мероприятие провели, чтобы помочь клиентам банка выбрать и купить жилье в рамках программы ОТАУ. И подробно ознакомить с условиями программы Наурыз. Для участия в программе Наурыз клиентам нужно открыть депозит и перечислить на него 1 миллион тенге. Еще одно условие – заявитель и члены его семьи в течение последних пяти лет не должны иметь другое жилье. Подать заявку можно на портале Баспанамаркет. Для этого необходимо иметь ключ ЭЦП. Граждане Казахстана, в том числе и жители Мангистауской области, смогут приобрести жилье в любом городе страны. В этом году на реализацию программы Наурыз выделят 300 миллиардов тенге. В Мангистауской области для участия в этой программе заявку подали порядка тысячи человек. Есть и те, кто уже отметил новоселье с помощью Отбасы банка. Сервис быстрый, доступный. Мы копили через депозит, через программу деньги и купили квартиру. Благодарен нашему президенту в нашей стране и Отбасы банк за то, что они поддерживают молодые семьи. Вот через Отбасы банк осуществили свою мечту. До 28 июня у казахстанцев еще есть возможность подать заявку на участие в программе Наурыз. Она рассчитана на 8 лет. Всего планируется обеспечить собственным жильем 68 тысяч казахстанцев. Тамара Степанова, Саламат Бигбаев, Актау, 24КЗ. Многофункциональный жилой комплекс Алматы-парк станет самым высоким зданием в Алматы. О старте его строительства объявила компания «Рамс Казахстан» на международном форуме экспертов. Он прошел в Алматы с участием ведущих лидеров рынка недвижимости. Какие еще проекты презентовали на форуме, расскажет Гафу Али. На форуме экспертов сферы строительства компания «Рамс Казахстан» представила планы развития жилищного сектора страны. Один из проектов – Алматы-парк. Самое высокое здание в городе, состоящее из шести корпусов. В этом комплексе на 900 квартир будут предусмотрены все условия для комфортного проживания. «В настоящее время мы ведем 10-12 проектов в Алматы. Самый крупный из них – Алматы-парк. Мы начнем его строительство в этом году. Он будет включать гостиницу, бизнес-центр, жилой комплекс и шоппинг-центр. В комплексе будут представлены всемирно известные бренды. Завершить этот масштабный проект планируем за два года». Компания намерена восстановить одну из достопримечательностей Южной столицы. Легендарную башню с часами Саяхат вернут на свое историческое место в 2025 году. Ее «Рамс Казахстан» подарит городу на безвозмездной основе. «Целью данного мероприятия является познакомить наших гостей в целом с проектом «Рамс Казахстан», так как компания уже на протяжении более чем 26 лет осуществляет деятельность не только в сфере строительства, но и в сфере медицины, гостиничного бизнеса, медиа». С момента основания «Рамс Казахстан» успешно завершил более 90 проектов в Алматы. Компания, основанная в 1997 году, только в Южной столице ввела в эксплуатацию свыше 20 тысяч квартир или более 4 миллионов квадратных метров комфортабельных бизнес- и премиум жилых комплексов. Гафуали, Валентин Лобанов, 24КЗ, Алматы. Аральское море постепенно наполняется. С начала года в Северный Арал поступило свыше миллиарда кубометров воды и сейчас объем составляет почти 21,5 миллиарда кубометров. При этом Сырдарья остается единственной рекой, питающей Арал. 75% ее стока формируется в Кыргызстане, 20% в Узбекистане и 5% в Казахстане. На заседании Межгосударственной водохозяйственной комиссии, в составе которой участвовали представители пяти стран, был определен лимит воды для северной части Аральского моря. В поливной сезон он составит 997 миллионов кубометров. На сегодня в море поступает 50 кубометров воды в секунду. Год назад приток составлял 6 кубометров в секунду. В последние годы из-за маловодия на реке Сырдарья объем воды в Северном Арале снижался. Однако с начала 2023 года он вновь начал расти. На 1,7 миллиарда тенге сократили бюджет пятых всемирных игр кочевников после поручения президента экономить бюджетные средства. Общий размер призовых для участников соревнований составил чуть больше 250 миллионов тенге. Для примера, команда, которая станет лучшей в турнире по Кокпару, получит 10 миллионов тенге. Напомним, пятые всемирные игры кочевников пройдут с 8 по 13 сентября в Астане. В них примут участие более 2,5 тысяч спортсменов из 89 стран. Я хочу напомнить, что бюджет игр кочевников в 20 раз меньше бюджета седьмых зимних азиатских игр 2011 года и в 5 раз меньше бюджета всемирных студенческих игр 2017 годов. Мы сократили расходы на рекламу, мы сократили расходы на международное присутствие в культурной программе и некоторые другие параметры нашего бюджета претерпели изменения. Ну и к данному часу это вся информация. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова